А то, что будет война, мы, молодёжь, знали по обстановке. Вот. Был рабочий день. Наш завод работал. Выходной был у него вторник. Это у многих предприятий Ленинграда. Из-за чего? Из-за транспорта только лишь. Как узнал за выступление товарища Молотова в 19 часов дня этого числа? 23-го числа я был, короче говоря, на том месте. Это отдел нашей службы, штабе округа, который уже с этого дня назывался Северный фронт. Вот. Северный фронт. Вот. Северный фронт. Проходит два... Да, в этот же день я и был обмунирован уже в военную форму. Два-три дня меня вызывают к подъезду. Я вышел, получаю пакет. Прихожу в свой отдел, вот, раскрываю, а там бронь, что я забронирован. Бронь подписана с печатью, соответственно, начальником генерального штаба, маршалом тогда, Шапошниковым. Вот. Я отдаю её своему непосредственно начальнику, полковнику Кирченко Фёдору Петровичу. Он был членом партии с 1918 года. Почему я знаю? Потому что он впоследствии мне сам давал рекомендацию о вступлении в партию. Вот это уже в последнее время было, в 1939 году. Так. Вот. Я отдаю ему, он мне посчитал и вернул. Я поддержал её тоже и отдал тоже ему. Ну, куда его делать? Вот. Короче, она не сохранилась. А теперь я жалею. Какой бы был интересный документ для нашего времени. Ну, что делать? Ладно. Вот. Работы было очень много. Очень много. Значит, Ленинградский фронт уже назывался Ленинградским фронтом. В первое время было очень много трудностей. Стали меняться непосредственные начальники. Вот. То один, то другой. Но в то же время порядок был очень хороший. Менялись начальники командующие, вот, руководители и начальники штабов. Начальники штаба фронта. В первое время без конца мы меняли командный пункт. Вот. То Шувалова, то Осиновая роща, то Парговова. Вот. И это дело происходило всё время до июня месяца 1942 года. В июне месяца, а точнее 9 июня, вступает в командование уже Ленинградского фронта. Вот. Вот. Он образовался у нас с 23-го августа. Вот. С дислокацией в Свойном. Командный пункт. В Свойный. Вот. И уже в команду вступает командующий фронта, Ленинградского фронта, товарищ Говоров. Звание у него тогда было генерал-лейтенант артиллерии. Артиллерии. Вот здесь. Сталин, значит, товарищ Жуков сказал. Уезжайте в Ленинград. Ленинград в крайне тяжёлом положении. Немцы, взяв Ленинград и соединившись с финнами, Финляндия, видите, вступила в войду к фнаме 25-го декабря. Она позднее немножечко, не сразу. Значит, соединившись с Фидами, ударит в обход ударит в обход с северо-востока на Москву, куда нанесут на Москву с северо-востока. И тогда обстановка осложится ещё больше. Вашей задачей является не допустить врага в Ленинград, чего бы вам этого не стоило. Командный пункт был уже в Смольном. Вот командный пункт фронта. Я там был всё время. Наш отдел целиком был. Кое-что было на Дворцовой площади. На Дворцовой площади оставались такие втрестепенные отделы. А вот оперативный отдел, разведка и наш отдел это непосредственно всегда, непосредственно командный пункт. Что нового было, товарища Шукова, мы заметили? Значит, всю зенитную артиллерию он переключил на отпор врагу её действия на земле, а не по воздуху. Как можно больше истреблять истреблятелей на саму врага. Эта вся зенитная артиллерия была переключена на поле боя. Чтобы татёрзом Ленинградский фронт занял очень хорошую крепкую оборону. Дальше ещё товарища Шукова были сделаны в отношении моряков. Многие моряки стали пехотными бойцами. Прямо с кораблей. Товарищ Трибус, он всё время у нас был непосредственно. Часто мы его замечали. Вот что, товарищ адмирал, ну так, смотришь, тяжело, но надо, говорит, воевать что-то. Вот, так что вот эти вот, заметно было отношение зеленой артиллерии и отношение морской пехоты. Да, ну вот эти, значит, сменились командыщи. И менялись начальники штаба очень сильно. Если командыща сменилась за этот период, вот до июня месяца, пока не приехал, вот, в гору, вот, до 9 июля 42-го года, вот, 6 человек, вот, то вот начальнику, что был тут, за 3,5 месяца 9 человек, вот, сменилось. И, наконец-то, самый последний, это Дмитрий Николаевич Гусев. Прекрасный человек по характеру. Прекрасный человек, как тактику он был. Его все командыщи очень уважали. Все начальники службы прекрасно, хорошо уважали. И когда меня вызвали, отозвали же срок, об этом я скажу, вот, то он, я, тогда старший лецидент, я, когда я ему доложил документы, а документы я бы закутал, короче, шифровки, вот. Докладывал его и ночью, он спит. Вот, потолкаешь, вот, эргерал, вот, и шифровок срочный. Ну, срочный давай, засчитай дня. Ну, я, значит, засчитаешь, а не срочный, ладно, говорит, потом давай, вот, ладно. Вот, он очень хорошо, и когда я ему доложил, что вот меня, а он вызывает еще в Москву, вот, так что, он тогда встал, вот, вот, подошел ко мне, ну, теперь тебе будет другой начальник, вот, я его знаю, Бельсов будет, или я не знаю, ну, вот, он тебе обязательно вызовет, и передай от имени, вот, ему пощение и уважение. Мы с ним вместе учились в академии, вот. Ну, хорошо, ладно, действительно так что и было. Значит, он мне поджал руку и держал так. Меня старший орденант так вот обнял, поцеловал немножко. Нужно было сформировать в помощь Ленинградскому фронту дивизии. Таких дивизий, да, первое время было организовано восемь дивизий, дивизий народного ополчения. Был и то же время и наш отдел, и округа, и фронта. Вот. Ну, начальником отдела, я уже сказал, был, вот, Кирченко, а его завистителем, вернее, начальником восьмого отдела округа, Мелениченко. Так, в Москве было положение, вот, 10 октября, 41-го года, там был государственный кредит обороны. Государственный кредит обороны, Москвы был в особом положении. Вот. Сначала с сентября 1941 года до января 1943 года Ленинград уже был на военном положении, у нас осадного положения не было. В Москве было немного, но было. А Ленинград только был на военном положении, но было очень строго. Даже наш один товарищ, работник, шёл, но что-то он не знал, какого-то дела, площадь незначительная, и его забрали. Это был угол Ленского проспекта и Садовой улицы. Там комендатура, тем более, ну, когда вмешались, его высоту освободили. А потом этот товарищ даже был начальником нашей службы на фронте. Значит, Ленинград таким образом был гордым фронтом. Что ему, конечно, защищать? Пересловно войска защищали город, защищали жителей Ленинграда. На фронт было мобилизовано, товарищи. 57% коммунистов и 75% комсомольцев. Работы были новые, но не так, как, конечно, впоследствии. Работа была трудная, тяжёлая, но больше всего нас, конечно, мучил кто. Но это господин голод. Голод нас мучил. Особенностью голод был когда тяжело. Это декабрь 41-го года, январь 42-го года. Здесь сотни тысяч были в том и другом. Месяцы сотни тысяч ленинградцев от голода. А всего от голода в Ленинграде погибло 632 тысячи 253 человека. Про норму питания вы, наверное, знаете, так же это. Меня голод тоже очень коснулся. Вот я дважды был в бессознательном состоянии, но обходилось ничего. Не помер. Но норм хлеб был очень жёстко. Это когда с 20-го ноября по 24-го декабря 41-го года было 125 грамм кому? Служащим, изживенцем и детям. А рабочим 250 грамм было. Вот товарищи, говорите, а то несёт только 125 грамм нет. Вот так вот. А уже с 25 декабря до этого года и по 23-го и по 42-го года уже рабочие были 350 грамм. Служащие 200, на 75 грамм больше. Изживенцы тоже 200, дети тоже. И дальше ещё повышение было. 29-го ноября, вот это 41-го года, к Гитлеру обращается один из его помощников, министр вооружения и боеприпасов, Франц фон Тодде обращается с Гитлера с призывом 29-го ноября. Мой фюзер, войну необходимо немедленно прекратить, поскольку она в военном и экономическом отношении нами уже проиграна. МОЛОБИЛЯ МОЛОБИЛЯ Субтитры создавал DimaTorzok